Здравствуйте, я Санна Марина Сергеевна, занимаюсь краеведческой деятельностью с 92-го года в Челябинской школе номер 59. Провожу уроки краеведения, элективные курсы по истории Южного Урала, руковожу краеведческой секцией научного общества учащихся, а также разрабатываю методические материалы для школьников и педагогов. Одним из главных дел моей жизни является руководство научным обществом учащихся. Опираясь на опыт работы, мной было составлено пособие для школьников «100 советов юных краеведов». Основными этапами научной работы учащихся являются Первый, главный этап – это выбор темы. Он связан с личными интересами школьника и с теми белыми пятнами, которые существуют в истории Челябинской области. Второй этап связан с поиском информации, которая происходит в литературе, в интернете, при опросе своих близких, знакомых. Третий этап – это изучение исторических источников, которые хранятся в нашем школьном музее, которые мы изучаем в Челябинском архиве, областном государственном архиве, которые мы изучаем в различных музеях нашего города. Одним из главных этапов является этап обработки полученной информации и также создания и написания работы. Следующим этапом является этап презентации этой работы на различных конкурсах, на различных конференциях. Таким образом, поставленные задачи были решены, а цель достигнута. Я хочу сказать большое спасибо моему научному руководителю за такую возможность. Когда Вы поняли, что хотите стать учителем? Это я поняла еще будучи ученицей школы в пятом классе, когда к нам в класс пришел наш учитель истории Истомин Константин Иванович. Чем Вы больше всего гордитесь в своей профессиональной деятельности? Больше всего горжусь дружбой с теми ребятами, с которыми долгое время приходилось работать. Назовите три принципа настоящего краеведа. Первый принцип – это опора на факты. Второй принцип – это желание, чтобы полученная новая информация достаточно быстро стала достоянием общества. Ну и третий факт, наверное, это любовь к своему краю. Всегда ли краеведческие знания способствуют любви к малой родине? По крайней мере, подвигают к этому. Марина Сергеевна, как Вы думаете, краеведение интересно учащимся, потому что… Потому что это про них, потому что это про их семьи, про их близких. А как Вам удается увлечь своих учеников научной работой? Наверное, через уроки истории с теми ребятами, у которых я преподаю историю, ну, складываются определенные отношения. На уроках истории достаточно много, включая информации по истории края. И, возможно, отсюда рождается этот интерес. Научная работа – это не только точные исторические факты, но и большая доля творчества. Что же обычно Вас вдохновляет? Горящие глаза ребят. Сколько Ваших учеников связали свою профессиональную деятельность с историей и краеведением? Этих ребят мы учитываем. На сегодняшний день их ровно 60. Марина Сергеевна, Вы принимали участие в разработке нескольких учебно-методических комплектов по краеведению. Какие из них, на Ваш взгляд, являются наиболее удачными и интересными? И какая работа была труднее всего? Один из самых интересных опытов работы над учебно-методическими комплектами был комплект, созданный издательством «Абрис». Это учебная литература, учебники для 6, 7, 8 и 9 классов. Мне довелось быть создателем рабочих тетрадей для 7 и 8 классов. Это был интересный проект, который был в свое время востребован. А самым трудным, наверное, конечно, было создание авторского учебника по истории Южного Урала. Это был мой первый опыт. И очень трудный, потому что ответственность лежала очень высокая, потому что фамилия, да, одна фамилия стоит на обложке этого учебника до сегодняшнего дня. А какие цели ставит сегодня перед собой Солмина Марина Сергеева? Целей много. Очень хочется, чтобы краеведение гораздо в большем объеме вошло в школы. Цель, конечно же, продолжать работу в научном обществе. Есть такой конкретный совершенно план, значит, цель такая конкретная о создании книги о замечательном человеке, авторе мемуаров о истории Челябинского тракторного завода Михаиле Алексеевича Храбко. Совместно с ребятами, которые занимались его биографией, чтобы мы составили сборник об этом человеке, как мы уже сделали до этого о замечательном тоже нашем Челябинце Владимира Дмитриевича Тарасова.